Партнер проекта «Мир настоящих мужчин» – минеральная вода Казанчинская. Что такое вода? Минерал, не имеющий цвета, не имеющий запаха, формы. Но ты оглянись, это главное таинство, чудо планеты – это главный исток, из которого вылилась жизнь. Издревле человек, выбирая место для своего жилища, ориентировался на источник хорошей, здоровой воды. Лесной родник, быстрая река, девственное озеро становились главным критерием. В Асткинском районе Башкортостана таким родником жизни стал казанчинский источник. С этим источником связано немало легенд и мифов. Местные жители из уст в уста передают историю о святом источнике на севере Башкортостана, который известен тем, что исцеляет многие болезни. Слепые, омывающие свои глаза водой из него, прозревали, а раны воинов заживали быстрее. Люди, регулярно пьющие эту воду, долго оставались молодыми и отличались крепким здоровьем. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня минеральную воду используют для оздоровления отдыхающих санатория Танып. В нем организован разлив минеральной лечебно-столовой воды казанчинская, которую специалисты признали аналогом знаменитой лечебной воды Карловых Вар и питьевой воды Алабия. Разливаем минеральную воду казанчинскую, газированную, негазированную, 0,5-1,5 литров и 18-9 литров бутыли. Разрешение мы получили в Москве, Роспотребнадзоре. Я долго собирал бумаги, сдавали много анализов. В Екатеринбурге получили бальнеологическое заключение о том, что эта вода лечебная. Потом получили разрешение разливать питьевую родниковую воду Алабия. Мы получили 100 лучших товаров Башкортостана сначала, казанчинская вода получила. А потом уже 100 лучших товаров России тоже получили этот приз в этой номинации. Кстати, питьевая вода Алабия поступает на насосную станцию цеха Розлива из 12 родников. Воды Алабия и казанчинская пользуются спросом не только в Башкортостане. Ее хорошо покупают в Пермском крае, в Челябинской области и в Татарстане. В данный момент мы работаем с двумя большими компаниями. Это Полушка, сеть магазинов, и Башспирт. Запасы драгоценной целебной воды практически неисчерпаемы. Санаторий Танып может удовлетворить по объемам любой потребительский спрос. Дебит источника Казанчинский – 2 литра воды в секунду. Фактически это 60 тонн в сутки. Цех по Розливу сегодня разливает от 4 до 10 тонн. Но фактически его возможности не ограничены. В лечебных процедурах специалисты санатория используют воду с высоким содержанием сероводородных ионов, которая по своему составу аналогична минеральным водам сочинской мацесты. Она применяется в виде ванн, аппликаций и даже для лечения стоматологических заболеваний десен. И буквально творит чудеса. Это одна из лучших процедур в санатории Танып. Идет массаж ваших десен, убираются ненужные бактерии, которые умножаются у нас в полости рта. Идет ощущение под карманов, патологических карманов, которые у нас образуются. Устраняются запахи из рта. Поэтому вот это одна из лучших процедур считается. Полезна при паразонтитах, при гингивитах, начальной формы гингивита. У кого более чувствительные зубы бывают, тоже очень полезная процедура. Она устраняет сероводородная вода, устраняет болевую чувствительность. Минеральная вода казанчинская лечит буквально всё. Здесь производят процедуру орошения глаз. А в этом кабинете, больше похожем на парикмахерскую, производится орошение головы сероводородной минеральной водой и массаж. Сегодняшний день в нашем санатории самое популярное, наверное, это использование нашего источника казанчинской минеральной и сероводородной. Большой популярность, наверное, называется, прежде всего, об орошении глаз, как местная процедура орошения головы и само по себе, как сероводородные ванны. И орошение головы проводится как бы местно. Здесь, значит, отдыхающий больной садится в удобном для себя положении, запрокидывая голову назад. Температура воды, естественно, она ближе к температуре тела человека, 36-37 градусов. И массажиры, оно получает как бы улучшение как бы и сосудов головного мозга. Основными показаниями при орошении, значит, являются это неврозоподобные состояния, неврозы, головные боли, головокружение и все наружные заболевания волосистой части головы. Но противопоказания, это, наверное, те заболевания, как и при всех других заболеваниях, это новообразования, аллергические проявления со стороны, значит, больного, которые он указывает, и все острые процессы, которые противопоказаны, так же, как при всех заболеваниях. Лечебная вода Казанчинская – гордость Аскинского района и санатория Танып. Местные жители делают всё для сохранения и благоустройства этого уникального источника – природного памятника Башкортостана. В этом году Казанчинский источник преобразился, обрёл новый современный вид. Построена большая купальня, благоустраивается территория вокруг родника. Для примера, так он выглядел ещё год назад и таким стал сегодня. А по словам директора санатория Танып Кашафа-Ямалединова, на будущий год источник станет ещё краше, появится асфальтовый спуск и благоустроена стоянка для автомобилей многочисленных посетителей. Благоустраиваются и берега искусственного пруда на реке Кутмас. В пруду водится рыба – щука, окунь, платва, налим. А выше по течению реки Кутмас встречается и благородный Хариус. О происхождении названия реки Кутмас есть несколько версий. Первое. Три жителя деревни Казанчи, поднимаясь к верховью реки, оставили одного у деревни Верхняя Казанчи, попросив подождать их. Он хотя и обещал, но не дождался. Отсюда и название – Кутмас. Не дождался. Вторая версия гласит – ниже деревни Новая Казанчи в реку впадает река Тульгус. Сроки весеннего половодия у этих рек разные. Кутмас скрывается всегда раньше, чем её приток. Может, поэтому так и назвали. Ещё по одной из версий название реки связывают с её быстрым течением. Кутмас не ждёт – быстро течёт. Важно заметить, в Башкирии аналогичных терминов, описывающих течение воды, нет. В момент приезда съёмочной группы программы «Мир настоящих мужчин» на зеркале пруда спокойно плавали лебеди. Семейная пара и восемь ещё не сменивших своё серое оперение на белый цвет молодых лебедей. Впервые за последние годы здесь, на искусственном пруду, санаторий Танып, появилось целое семейство лебедей. А это говорит о том, что этой гордой и очень осторожной птице стало комфортно в местных условиях. В планах администрации санатория – благоустройство пляжа на берегу пруда, очистка с помощью ухимских дайверов, дна водоёма, а также строительство лодочной станции и многое другое. Партнёр проекта «Мир настоящих мужчин» – минеральная вода «Казанчинская». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова